на портал экзекент поступил такой вопрос как поддержать друга который стал инвалидом ну казалось бы как утешить человека который тяжело заболел и лишился многих возможностей которые имел раньше как сделать его счастливым как доставить ему радость как вообще может быть радость там где нет радости по-человечески имеется ввиду но ведь радость бывает разная бывает радость обычная которой мы знаем от того что на что-то получается от того что мы что-то достигаем бывает радость она другая она вне всякой логики человеческой это радость духовная и если наш друг стал инвалидом то мы можем помочь ему научиться радоваться не то радости которую он знал а радостью о господи эта радость другая во первых она глубокая она никогда не забывается никто никогда ее от нас не отнимет это радость радость духа радость нашего сердца эта радость молитвенная потому что там где радость о господи там всегда будет богу благодарность эта радость благодатная эта радость есть опыт встречи с христом это никогда не забудется и вот когда наш друг унывает хорошо побыть с ним рядом иногда ничего лишнего то не говоря хорошо попытаться разделить его скорбь принять на себя часть его страдания хотя бы мизерную незначительную часть тем что мы уделим ему время те что мы что-то принесем ему тем что мы просто побудем с ним просто посидим с ним это уже облегчает его страдания но если друг увидит что мы расположены духовно чтобы потихонечку начинаем молиться что мы говорим на духовной темы что может почитаем ему евангелий псалтирь то душа его постепенно будет настраиваться на другой лад как сказал царь пророк псалмопевец давид своих псалмах господь укрепить его на дре болезни его он будет так или иначе смотреть на нас как на некий пример если мы вместе помолимся с то знаете как сказано где двое трое соберутся во имя мое говорит господь там я среди них господь придет к нам если мы поделимся своей радостью с ним своим опытом духовной жизни как мы переживали скорби как нам было тяжело когда-то как мы пережили то трудное что мы запомнили на всю жизнь как господь нам помог вот это самое лучше свидетельство помощи божией будет когда она от первого лица когда она от нашего опыта и пусть мы скажем как-то не книжно как-то очень просто но главное искренно и если наш друг увидит веру в наших глазах если почувствует горячность нашего сердца в вере он обязательно по-хорошему расположится к этому потому что это всегда на эти передается это как пламя если пламя загорается она передается от одной свечи к другой свечи от другой третий так и сердечко если она горит если есть пламя благодать духа святаго то это пламя обязательно перекинется и на человека который рядом поэтому вывод такой чтобы утешить друга который стал инвалидом надо нам самим быть духовными надо жить духовной жизнью быть со христом это передастся нашему другу обязательно утешить его и поможет его укрепить его